Предлагаю начать работу, начать высказываться, не стесняться и предложить все, что есть, у вас какие-то идеи. И они прозвучали, начиная от размещения портрета в зале ожидания, заканчивая установкой специальных мониторов, где бы вылетающие и гости города могли ознакомиться с биографией оперного певца. Всего на общественное обсуждение пришли 20 человек, которые так или иначе связаны с творчеством Дмитрия Хворостовского. Чтобы идеи было больше, всем участникам провели экскурсию по воздушной гавани. Яна Стародубцева около 20 лет в памяти земляке собирает экспонаты в музей. С родителями Дмитрия она держит связь и сегодня озвучила их пожелания. Мы разговаривали вчера, и они сказали, что очень хотят, чтобы была память, скульптура Дмитрия Александровича в аэропорту. Варианты этой скульптуры уже есть. И, конечно, они про цитаты тоже говорили. Это важно, чтобы прилетевший, насколько-то появившийся в нашем аэропорту человек, он может прочитать только одну цитату о Хворостовском. И это уже оставит печать и пусть сердце. Одно из пожеланий – проигрывайте, чтобы в аэропорту звучал голос Хворостовского. Согласились не все, все-таки в зале ожидания должно быть тихо. Поэтому сейчас будут думать над оптимальным вариантом. Задача стоит одна – сделать наиболее эффективное, наиболее интересное, наиболее красивое решение найти для того, чтобы это воплотить. В наружной части здания дополнительных вывесок не отражать, потому что в первую очередь задача всем нашим гостям и пассажирам показать то, куда мы прилетели. Поэтому у нас с вами на терминале только название нашего города. Все идеи в аэропорту приняли. И сейчас рабочей группой и дизайнерами будут отбирать самые лучшие. Когда предложение пересут с бумаги в стены аэропорта, пока не ясно. Сроков руководство не озвучивает. Артем Долгар Шинных, Михаил Ткачук, Афонтова Новости.